На Западе всё никак не даёт покоя планета обезьян. На этой неделе выходит уже шестая картина, в названии которой фигурирует это словосочетание. Планета обезьян. Революция. Франсуар Аблеф, Гаргантюа и Пантагрюэль писал Обезьяна не сторожит дома, в отличие от собаки. Не тащит плуга, в отличие от вала. Не даёт ни молока, ни шерсти, в отличие от овцы. Не возит тяжести, в отличие от коня. Она только всюду гадит и всё портит. Но даже такое существо можно приручить и использовать в своих целях. Обезьян дрессировать это очень сложно, назвать дрессурую. В основном обезьяны всё-таки воспитываются. В частности, если это уже высшие приматы, они очень часто у всех же дрессировщиков воспитываются дома, растут вместе с их детьми. У них развитие идёт с детьми на уровне на одном. Но дети, когда начинают уже разговаривать, и вот переходить на новый уровень, когда именно что уже сознание ребёнка воздаётся, у шимпанзе вот здесь немножечко всё-таки как-то начинает затормаживаться. Революцию устроил Мэтт Ривз. Прославился режиссёр лентами «Монстра» и «Впусти меня сага». Его версия истории планеты стоила 170 миллионов долларов. За почти месяц мирового проката отбили только 113. Это продолжение уже такого многолетнего, 40-летнего, даже более чем 40-летнего цикла, да. Вернее, не столько продолжение, сколько такая новая перезагрузка, как и любят сейчас это дело. Это среди таких больших летних блокбастеров, в которых ставится во главу угла в первую очередь какая-то такая визуальная безумие, да. Это... здесь есть и это, но в то же время это такое достаточно серьёзное, достаточно мрачное, такое антиутопическое кино. КОНЕЦ